Сегодня в рамках Года культуры в Чебоксарах стартовал межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Приволжского федерального округа». Каждый участник разработал и реализовал в своем регионе интересные творческие проекты по привлечению к чтению детей. С их работами познакомилась и наша съемочная группа. Конкурс на лучшего библиотекаря Приволжского федерального округа в Чувашии проводится впервые. Но проекты по привлечению детей к чтению у нас безусловно реализуются. И не один. Так Елена Васильева, заведующая одной из библиотек города Канаш, рассказала об их библиоволонтерском движении «Лис» – любителей интересной сказки. Мы вместе с подростками, библиоволонтерами, ходим в гости к детям-инвалидам и показываем им по сказкам различные купольные спектакли, театрализованные постановки. Читаем им книги и носим книги домой. Потому что многие же дети-инвалиды не могут сами прийти к нам в библиотеку. Поэтому мы вот приходим, библиотека приходит в гости к таким детям сама. Представители Республики Татарстан выступили с не менее интересной работой. Их проект «Разноцветные каникулы» создан и реализуется уже на протяжении двух лет. Его цель – организовать во внеучебное время познавательный досуг. В основном там в этой программе, конечно, в этом проекте можно сказать игры. Но ведь ребенок играя, он уже познает. И игру он легче. В игру она легче включается. Если играет, он значит уже что-то будет познавать. А эти игры у нас как раз связаны с познавательной стороны. Победители конкурса получат грант из федеральной целевой программы «Культура России». Номинации конкурса два. Первая номинация – лучший детский библиотекарь по привлечению детей в библиотеку. И вторая номинация – лучший детский библиотекарь по продвижению чтения и внедрению инновационных проектов в работу детских библиотек. Есть у таких конкурсов и реальная отдача. Самые оригинальные проекты имеют шанс расширить географию реализации и прозвучать во всех регионах округа. Республика.